Последнее время очень много тут разговоров, которые, наверное, вас настораживают по поводу неизбежности войны и так далее и тому подобное. Ничего подобного. Я хочу, чтобы вы понимали меня не только как президента, но и как человека, отвечающего за вооруженные силы. Никакой войнушки, ни я, никто тут из генералов и военачальников не хотел бы. Но вот люди старшего поколения меня поддержат. Все вы знаете историю. Почему Беларусь торжественным маршем последнюю войну фашисты прошли? Буквально за несколько дней бомбили Минск и Беларусь была поставлена на колени. Мы все говорим о героизме, но мы забываем о тех ошибках, которые были допущены. Или возьмите, вот я восстановил свое время линию Сталина. Вы, наверное, все там побывали. Я специально пошел однажды на линию Сталина, чтобы посмотреть с точки зрения фортификационных практик и науки, как это было там выстроено. И я понял, что по этой основной дороге на Минск невозможно было пройти техники фашистов. Невозможно. Все было пристрелено каждый метр. И сколько выстрелов в том пункте линии Сталина сделано было? Ноль. Мы самоуспокоились. Все было хорошо. Ну, сейчас мы говорим, да, мы хотели время потянуть, отсрочить, подготовиться к войне. Ну, мы, наверное, всегда были к чему-то не готовы. И надо, может быть, это делать было. Но ухо востро надо было держать. Я исхожу из того, что этих ошибок мы не должны повторить. И для того, чтобы нас понимали, не то, что боялись, а может и боялись, мы должны это демонстрировать. Пример был в канун выборов, после выборов, когда мне пришлось поднять пол армии и бросить на запад. То, что было здесь внутри, и что мы плачемся, ах, ох, это цветочки. Ягодки были там. И если бы мы вовремя не перекрыли все направления их действий, желаемых, то, может быть, и ситуация по-другому разворачивалась. Мы должны быть готовы к любому развитию событий. И вы поймите, дело же не в нас. Как и тогда, как и в Отечественную войну 1812-го, Первую мировую, Великую Отечественную войну. Ну, грубо говоря, мы никому не нужны. Вы знаете, что им надо.